ИСВЦ 2016 для многих зрителей стал ивентом, который собирает далеко не самые именитые команды, однако для некоторых из них он является шансом для самоутверждения, шансом для приобретения уверенности и неким трамплином для будущих более серьезных побед. На чемпионате в 2016 году мы с вами болели и переживали за команду Геймбит Гейминг, которая во главе с новым капитаном Данилом Тесленко пыталась покорить первый ИСВЦ. Но увы. Зрители были не побоюсь этого слова ошарашены результатами команды, которая казалось бы только своим лайнапом игроков давала понять, что так называемый пьедестал почета будет за ними. Но уже в четвертьфинальном матче против турецких профессионалов из клуба Space Soldiers Геймбит Гейминг выбыли из чемпионской гонки. Более того, счета карт показали, что турки готовы гораздо лучше и на данный момент Геймбит не имеют даже минимальной подготовки для того, чтобы противостоять таким оппонентам. На карте The Train Space Soldiers переиграли наших игроков со счетом 16-4, на карте The Dust 2 отдали на один раунд больше с итоговым счетом 16-5. На этом все, дорогие друзья, добавить больше нечего. Остальные комментарии вам лучше почитать на всех ведущих порталах СНГ, чтобы почувствовать все переживания киберспортивной аудитории. Ситуация с некоторыми профессиональными клубами неоднозначная. После так называемого шведского решафла между командами Godson и Fnatic оба состава существенно сдали свои позиции. После ряда неприятных поражений клубы достигли договоренности об очередном обмене, а точнее возврате по одному игроку. Однако даже такой поворот событий не позволил команде Godson принять участие в iBuyPower Masters 2016. Godson по неизвестным причинам отказались от участия в соревновании, поэтому организаторы решили отдать слот команде FlipSide. Парни попали в группу, а соперниками по которой станут Cloud9, TaiLoo и EchoFox. Всего в соревновании примет участие 8 команд, которые разделят между собой призовой фонд размером в 100 тысяч долларов, а также две путевки в IEM Oakland. IEM запланирован на даты с 12 по 13 ноября в городе Коста Месса, Калифорния. Болеем за наших, ведь для FlipSide это прекрасный шанс. Нелегкий, конечно, но все же очень важный. Китайский коллектив Wins Gaming выиграл самый большой приз в истории киберспортивных соревнований, чем, собственно, и заинтересовал представителей книги рекордов Гиннеса. После чемпионства на The International 2016 состава покорила сумма порядка 9 миллионов долларов, что составляет 44% от общего размера призового фонда. Хотелось бы напомнить, что ранее в книгу рекордов Гиннеса попал Саид Самаил Сумаил Хасан, который стал обладателем сразу двух рекордов. Пакистанец стал самым молодым чемпионом The International, а также самым молодым игроком, заработавшим более 1 миллиона долларов на киберспортивных турнирах. Напоследок, дорогие друзья, не самая приятная новость. Вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что российские власти не собираются поддерживать киберспорт, однако надеются взять его под свой контроль. Государство не будет поддерживать киберспорт, но даст определенные рамки и правила будет контролировать, чтобы у нас не получилось, как иногда с боями, которые за рамками, заявил государственный деятель. Киберспорт же все равно развивается, хотим мы этого или нет, и лучше его поставить в какие-то рамки, и мы попробуем это сделать. Напомним, что 8 июня на официальном портале правовой информации появился приказ, согласно которому киберспорт в России теперь официально внесен в реестр признанных видов спорта. Стоит отметить, что киберспорт в стране приравняли к спорту первым во всем мире 25 июля 2001 года, но после изменений в руководстве Госкомспорта России в 2006 году он потерял этот статус. На этом все, дорогие друзья, большое спасибо за внимание, любите киберспорт, несмотря ни на что играйте и конечно же выигрывайте, но только честно. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!